Я рад приветствовать в очередной раз в гостях на канале военного эксперта Олега Жданова, полковника запаса вооруженных сил Украины. Олег Владимирович, спасибо, что пришли. Очень рад видеть взаимно. Скажите, пожалуйста, вы как там, вот сейчас все оживленно комментируют историю с атакой беспилотников на Запорожскую АЭС. Что вы по этому поводу знаете и можете сказать? Ну, скажу так, что Российская Федерация нашла просто еще один способ вытащить ядерную дубину и пошантажировать Запад. Тут, в принципе, даже не надо ходить гадалки, потому что мы же прекрасно понимаем, что это самая крупная в мире атомная станция. Шесть реакторов, под завязку загруженные ураном. И создать в центре своей собственной страны ядерную помойку, который потом... У нас прекрасный пример, ну, к сожалению, величайшему. Это Чернобыльская станция. До сих пор там зона отчуждения действует. И мы знаем, что даже несмотря на то, что прошло уже столько лет, российские солдаты, которые нарыли окопов в рыжем лесу, ну, по некоторым источникам информации, говорят, не выжил никто. Получили серьезнейшую дозу радиации. И мы после этого будем делать провокации или обстреливать атомную станцию? Я думаю, нет. Поэтому, скорее всего, это было сделано спецслужбами Российской Федерации с хорошей картинкой. Там же так получилось, как в том анекдоте. Случайно оказалась и камера под рукой, когда прилетели беспилотники. Правда, с виде невозможно понять, какие. Но, тем не менее, все это снималось и тут же выложено. И, конечно же, ну, кто виноват? Конечно же, Украина виновата. Поэтому обвинили нас, напоминая Западу, что могут сделать вот такую гадость самой крупной в Европе атомной станции. Ну, послушайте, там уже сейчас пытаются какие-то совершенно немыслимые схемы выстраивать. Да, вот Россия сейчас уже обвиняет в причастности к финансированию терактов на территории России. Президента Соединенных Штатов, да? Президента Соединенных Штатов. Что, мол, украинская фирма Burisma Holding, в которой работал сын Байдена, Хантер Байден, она вот якобы финансирует. И это серьезно, это там не какой-нибудь Z-блогер пишет, это Следственный комитет Российской Федерации. Да, главный следственный орган Российской Федерации. Вы тут абсолютно правы. Да, что сообщает об этом, опять-таки, не какой-нибудь несерьезный источник информации, а российское официальное издание РИА Новости. Так что здесь никаких шуток, называется, приехали. Да, ну видите, у них пропаганда построена, основной принцип пропаганды – это дегуманизация и дискредитация. Поэтому они сейчас взялись за Соединенные Штаты и, в частности, за Джо Байдена. Понимая, что там действительно с сыном есть определенные проблемы. И да, действительно, он работал в этой фирме Бурисма. И, соответственно, они решили обвинить, что через нее финансировались эти теракты. Плюс показали вот этих террористов. Кстати, это прецедент в плане вообще террористического движения мирового террора. Когда террористическая организация уже на протяжении сколько-то, почти скоро месяц будет, не может доказать, что этот теракт совершила именно эта террористическая организация. Кстати, я думаю, что ИГИЛ не простит. А такие вещи не простит. Они же зарабатывают на этом. Чем успешнее теракт, чем больше жертв, крови, больше разрушений, тем больше они находят спонсоров, которые в черную, которые им оплачивают их же услуги в своих интересах. Поэтому вот такое отнимание, будем так говорить, причастности или непризнание причастности ИГИЛ к этому теракту может иметь довольно серьезные последствия от ИГИЛа против Российской Федерации. Ну да, там я понимаю, может быть, логика такая. Ах, вы не верите, что это мы? Да, мы сейчас можем повторить. Кстати, вот очень местный российский лозунг, а можем повторить. Получите, распишитесь, что называется. И вообще, на самом деле, странно, как коротка память у людей, которые не верят в теракты ИГИЛа. Вы помните, осенью 2015 года, ранней осенью 2015 года, сразу после того, как Путин начал военную операцию в Сирии, сразу исламисты взорвали российский чартерный рейс с туристами из Хургады. Да, в Египте. И тогда, в общем, никто не сомневался в том, что это ответ от исламистов. Ну, а сейчас они вдруг почему-то упорно считают, что это Украина. Причем об ИГИЛе вообще даже не вспоминается. Я просматриваю сводки, они сделали вид, что они вообще отошли от этой версии следствия, судя по заявлению Следственного комитета России. Ну, послушайте, ведь в противном случае тогда Путину придется объясняться, если признать, что это ИГИЛ и согласиться с ИГИЛом, да, тогда надо будет уже рассказывать, что были неправы, вот не нужно было влезать в Сирию, потому что что мы там в Сирии получили? Какой профит России и российским гражданам от вот этого многолетнего вмешательства в сирийский конфликт? Спасли сирийских братьев от богатства. Посеяли там русский мир и в результате превратили страну в руины и в нищету. К сожалению, это не работает. Видите, Путин не утруждает себя объяснениями. Когда они делают какую-то провокацию или когда они целенаправленно проводят спецоперацию против кого-то, к сожалению, российское общество воспринимает идеи Кремля как за истину. Поэтому тут я не думаю, что ему надо оправдываться. Единственный раз, когда, и то это даже не оправдание, это, на мой взгляд, это был просто как бы целевой лозунг, когда он, помните, сказал, что будем мочить террористов в сортирах. Это было после... В самом начале, это был еще человек совсем неопытный. А, нет, это после взрывов домов, да. А больше я не слышал, чтобы он оправдывался. Лодка подводная у него утонула, террористов он будет мочить в сортире. И поэтому вряд ли надеяться на то, что у него там где-то взыграет совесть, и он начнет рассказывать, что вот мы ошибались. Нет, такого не будет. Наоборот, он скажет, надо, мы скорректировали цели. Обратите внимание, вот спецоперация военная, да. Сколько раз корректировались цели? Сколько. Начиная там демилитаризации, деноцификации. Они нам полстраны не могли выговорить слово деноцификация. И не понимали, что чиновники признавались в интервью, что они не понимают, что это означает. Вот. И в конечном итоге сначала, и все свелось потом к чему? К Донецкой и Луганской области в административной границе. Ну, Крым по умолчанию, вот. И даже в последнее время там, ну, были попытки вспомнить про буферную зону. А про, слава богу, о Херсонской и Луганской областях мы вспоминаем, потому что это нам болит, это наша территория. Часть областей этих оккупированы. Они даже уже об этом не вспоминают. Ну, вот смотрите, если вспоминать Сирию, вспоминать генерала Армагеддона, да? Генерал Армагеддон так прозвали Суровикина. Суровикина. Да, я уж не знаю, где он сейчас и что с ним. В Африке. В Африке? Да, я думаю, что он три раза перекрестился, что его сослали в Африку, и он там сейчас занимается спецоперацией. Он примерно, я так понимаю, приблизительно тем, чем занимался Пригожим. Ну, да, он сказал, что мы с тобой братья по крови, да? Да, теперь он занимается именно этими операциями. Ну, тогда он был командующим воздушно-космическими силами и вошел в историю еще как генерал Армагеддон, который превратил сирийский город Алеппо, Халиб по-арабски, просто в груду руин. И появился даже такой термин «алеппизация». Такой мрачный термин, когда вот превращение цветущего города в руины в результате ковровых бомбардировок. Сейчас такая угроза нависает над Харьковом. Как ей противостоять? Ну, над Харьковом не совсем такая угроза. Тут ковровых бомбардировок не будет. Единственное, что количество кабов, которые они могут сбросить, и количество баллистических ракет, которые могут выпустить, к сожалению, оно тоже довольно большое. На сегодняшний день Харьков может защитить только что-то такое быстро реагирующее и более, будем так, высокотехнологичное. Например, симбиоз «Патриота» и «Ф-16». Ведь «Ф-16», если там блок 50, модернизация, то они могут работать в паре. Как «Ф-16» выполняет роль истребителя-перехватчика или разведчика. Но особенность Харькова состоит в том, что там время подлетной ракет настолько мало, что средства противоракетной борьбы необходимо держать в боевом дежурстве. А это значит, радиолокационные станции должны быть включены. А РЛС на поле боя, включенный РЛС, это как лампочка в темной комнате. То есть надо обеспечить ее защиту. Для этого что надо? Для этого нужен ближнего радиуса действия тактические комплексы типа «Железный купол». На сегодняшний день более эффективный вряд ли мы сегодня найдем. Ну да, «Железный купол» рассчитан на минимальное подлетное время вот этих вот «Хамасовских» ракет. В этом его особенность. Вот по идее, если, допустим, в воздухе «Ф-16», ну вы же представляете, это же круглосуточное дежурство «Ф-16» в воздухе. Это очень сложная операция. В воздухе «Ф-16» на земле «Патриот», купол прикрывает «Патриот». «Патриот», только первый пуск ракеты, вход в наше пространство, либо «Ф-16», либо «Патриот» может спокойно ее сбивать. Но это при условии непрерывной круглосуточной работы этих комплексов. Что мы сегодня обеспечить не можем по причине их отсутствия. Даже не потому, что мы там бы жалели. Нет, мы бы все равно попытались эти комплексы использовать. Но по причине их отсутствия и нехватки. Подождите, подождите. Сейчас это будет следующая тема. Сколько нужно «Патриотов», чтобы прикрыть небо не только над Харьковом, но и над всей Украиной. У меня вот такой конкретный вопрос. Расстояние от Харькова до границы Российской Федерации, если мне память не изменяет, 35 километров. Да, Харьков ближе. И еще 70, по-моему, до Белго. 110 между Белгородом и Харьковом. Короче говоря, против артиллерии есть противоядие? Если артиллерия просто будет обстреливать Харьков, дальнобойная артиллерия с российской территории? Ну, из артиллерии только может достать 203-миллиметровая, у нее 37 километров дальность стрельбы. И гаубица-коалиция. Но коалиция у них не массовая, мы ее не встречаем сегодня на фронте. Там 47 у нее заявлено дальность стрельбы. Поэтому ствольную артиллерию можно отбросить. А реактивная артиллерия, начиная от СМЕРЧ, с боеприпасами Торнадо-С, дальность стрельбы 110 километров. Они, да, вот против реактивной артиллерии, против СМЕРЧа, опять же, железный купол. Это сегодня единственное средство ПВО, которое способно перехватывать реактивные снаряды. Кстати, они с этого же начинали, когда Хизбалла и Хамас пускали реактивные снаряды с самопальных наземных установок, пускали по территории Израиля. И вот тогда, в принципе, и родился железный купол. По-моему, поправьте меня, по-моему, железный купол, или во всяком случае какая-то аналогичная предшествовавшая ему система, использовалась в 90-м году, в конце 90-го, в начале 91-го года, когда в ответ на начало операции «Буря в пустыне» Ирак стал обстреливать ракетами территорию Израиля. А, против ракет «СКАД». Да, кстати, не помню ее название. Но да, действительно, у них была система. Но она показала невысокую эффективность. Поэтому они усиленно начали разрабатывать, в том числе, и железный купол, и плаща Давида, противоракетную систему, которая именно против баллистических ракет. Высотная система. Вот она у них считается стратегически. Это высший уровень противоракетной обороны Израиля. А та система, которая существовала, она пропускала. У них очень часто пролетали эти ракеты «СКАД». Там, кстати, та же самая была проблема, что сейчас у Харькова. Потому что подлетное время до Тель-Авива составляло буквально 5-6 минут. И надо было реагировать. А это были 90-е годы, такого развития технологий не было. Таких реакций нет. Кстати, по результатам этой войны Соединенные Штаты Америки даже хотели Патриот снять с вооружения. Потому что в противоракетном отношении он показал себя низкоэффективно. И они начали разрабатывать комплекс «Хэт». Вложили в него кучу денег. Он у них сейчас есть на вооружении. Он противоракетный. Он чем-то похож на пращу Давида, на израильский. Но потом они вернулись к Патриоту и сделали версию ПАК-3 противоракет. Вот ту, которая сегодня воюет в составе воздушных сил, вооруженных сил Украины. Так может Украина получить железный купол? Думаю, что вряд ли. К сожалению, у нас, видите, такие взаимоотношения, что Израиль помогает. Кстати, в последнее время уже не помогает, потому как у них потребности свои возникли в гуманитарной, и в медицинской, и в военной помощи. Но до этого они помогали только исключительно гуманитаркой. И там медицина, гуманитарная помощь, и врачи, медперсонал был. А так, к сожалению, политика кабинета, точнее, премьер-министра Израиля была направлена на то, чтобы оружие нам не давать. А сегодня, тем более, вряд ли мы получим. Ну, на самом деле, сейчас израильское общественное мнение очень сильно изменилось, во всяком случае. Мои знакомые израильские эксперты рассказывают, что после того, как в самом начале войны Хамаса против Израиля в Москве принимали с распростертыми объятиями хамасовскую делегацию, это произвело жуткий эффект на израильское общественное мнение. И сейчас уже там никто не кивает, что нет, вот не надо злить Путина, Путин нам еще пригодится в отношениях с нашими арабскими соседями, бла-бла-бла. Ну вот, люди поумнее предупреждали израильтян, что дождетесь, что в конце концов Путин будет вместе с Ираном и с арабскими экстремистами воевать с вами. Так оно и получилось. Ну, видите, это не коснулось нас, это коснулось мнения. А война кончится, я имею в виду, когда закончится, пока что... И вы же видите, что сделали сейчас, как подставили армию обороны Израиля с этой гуманитарной колонной. В результате чего на сейчас активная фаза боевых действий прекращена, Израиль даже начал вывод, частичный вывод войск из сектора Газа. Вынуждены после вот этого попадания в гуманитарную колонну. Хотя я думаю, что это была чистейшая подстава в плане... Ну, не могла израильская разведка так ошибиться и не определить, что это колонна гуманитарная, и по ней нельзя открывать огонь. Да, похоже на то, что это была сознательная провокация. Ну, вы знаете, израильтяне, они такие, они сейчас немножко часть войск выведут, а потом обратно введут, и так и введут, что мало не покажется. Там другая проблема, что может война на севере начаться, а вот война с Хезбуллой на севере, на границе с Южным Ливаном, вот это может быть гораздо более серьезная история. Да, тем более появилась информация сегодня, что Соединенные Штаты якобы пообещали, договорились с Ираном по поводу там взаимоотношений и пообещали не вмешиваться, если Иран захочет нанести ответный удар по территории Израиля. Хотя это звучит очень дико, потому что у Израиля с Соединенными Штатами прямой союзнический договор, а союзнические обязательства, они всегда предусматривают не просто предоставление военно-технической помощи, а предоставление войск и воевать за союзника. Поэтому тут очень интересно. Если говорить об американской помощи, то Израиль сейчас оказался в такой же ситуации, что и Украина. Нет. Подождите, а как же пакет-то помощи, который заблокирован в Нижней Палате Конгресса США, в Палате Представителей, там же предусмотрено и финансирование Тайваню, и Израиля. И Израиля, да. Но это же пакет помощи, который хотел выделить Белый дом. Это помимо, но я напомню, что несколько недель назад Израилю партия на 3,5 миллиарда вооружения Пентагон готовит к передаче. Это согласно договору. Тут не надо никаких голосований, ничего, есть договор. И этот договор, они сейчас готовы... Согласно согласно союзническим обязательствам. А здесь просто Белый дом хотел выделить финансирование для военно-технической помощи Израилю. И туда включили и нас, и Тайвань, и Тихоокеанский регион там изначально был включен. И 115 миллиардов был весь пакет. Сейчас он 95 миллиардов сократили. Но, тем не менее, там, видите, нашла касана камень, что говорится. И Трамп реально вступил в схватку с Джо Байденом. Возвращаясь к угрозам, которые существуют в отношении Харькова. Вот на прошлой неделе у меня был долгий обстоятельный разговор с вашим коллегой, тоже известным украинским военным экспертом Сергеем Грабским. Он на мой вопрос, есть ли у России ресурс захватить Харьков или взять его в блокаду. Сказал, что нет, таких сил и средств у России нет и в ближайшее время не будет. Вы согласны с этим? Да, абсолютно. Мы четко знаем, что Белгородская, Курская и Брянская области, вот на эти три области, порядка 22 до 25 тысяч войска прикрытия госграниц. Это вся группировка, которая есть. Плюс несколько частей территориальных, полки территориальных войск, у них так называются, есть. И, кстати, в этой группировке в основном срочники сидят в окопах. Так что там даже не контрактники. Если допустить, что, помните это заявление Шойгу на коллегии, что они там собирают две общевойсковых армии, 16 дивизий, 14 дивизий, 16 бригад и там еще целый ряд частей подразделений. И Шойгу тут же перед коллегией подписал приказ о проведении сборов с 300 тысяч резервистов. Если они такую группировку соберут на границе, да, тогда это будет составлять непосредственную угрозу, допустим, вторжения на харьковском направлении. Если же они эту группировку не соберут, а я думаю, что сейчас чем дальше, тем труднее будет даже личный состав набрать, я уже не говорю о технике и вооружении. Шойгу не зря в Пекин поехал договариваться, кстати, он сегодня там еще заканчивает призит. Поэтому вряд ли они смогут, даже если они соберут людей, они не смогут их вооружить. Вот в чем проблема. Поэтому реальные угрозы вторжения со стороны Харькова на сегодняшний день не видно в обозримой перспективе, я бы даже так сказал. А вот, кстати, Сергей Маратович, я имею в виду Сергея Грабского, высказал такую версию, что... Я спросил, а вот про 300 тысяч как раз. А он говорит, а почему вы думаете, что эти 300 тысяч, если их действительно собирают, собирают для того, чтобы усилить наступление на Украину? Вы не думаете, что эти войска могут быть применены где-то еще? Я спросил, где? Против Балтии? Да, я вам скажу, нет, не против стран Балтии. Я вам даже могу сказать, ну, мое предположение, что эти 300 тысяч могут быть использованы для развертывания Ленинградского военного округа, который вот они сейчас создали. Они же разбили западный военный округ на два, на московский и ленинградский, как было в советские времена. Они создали органы управления, их надо что сделать? Наполнить. Наполнить чем? Войсками. Финляндия теперь страна НАТО, реально. Тысяча километров границы. Поэтому, вот, пожалуйста, две общевойсковых армии вполне реально посадить в Ленинградской области для того, чтобы прикрыть финскую границу. Но этот вопрос, на мой взгляд, он второстепенный на сегодняшний день. Как бы Путин ни бряцал, он будет гонять, он даже сейчас, кстати, это делает, он гоняет ракетные дивизионы вдоль границы, постоянно заставляя их проводить там, тренировки по подготовке к пускам ракет. И тем самым шантажирует финнов и, ну, вообще, НАТО на скандинавские страны. Вот. А 300 тысяч, скорее всего, все-таки будут, если они их начнут набирать, будут использованы именно в Украине, именно в нашей стране. Почему? Потому что цели, нельзя объявить победу, не выполнив цели войны. Понимаете? И сегодня, ну, сколько еще продержится эта группировка в плане такой наступательной деятельности, как они? Сейчас, вы обратите внимание, что до двух направлений свернули наступление. Сейчас Бахмутское направление и Новопавловское направление. Все. Даже Авдеевское направление, которое находится между ними, там боевая активность снизилась. Не хватает войска. Я даже думаю, что в конечном итоге еще, ну, может быть, там нет, пару недель, и они из двух направлений выберут какое-то одно, которое будет главным, а второе останется второстепенным. А во всех остальных направлениях затишье? Практически да. Ну, на Купинском вообще, допустим, атаки не проводят, атакующих штурмовых действий нет. На Лиманском одна-две атаки. На Авдеевском пять-шесть атак, не больше. На Ореховском направлении то же самое, одна-две атаки. Ну, иногда проводят штурмы на Левобережье, там понятно, там они, сейчас пошло обострение, то там было два штурма, три штурма, сейчас уже шесть, шесть-восемь штурмов. А так, основные боевые действия, 56 боевых столкновений, из них там 24, по-моему, на Новопавловском направлении, 14 на Бахмутском направлении. Им надо выйти на границы Донецкой области. Вот задача. Поэтому войска нужны кровь из носа. А Ленинградский округ подождет, ракетчики там справятся с запугиванием стран НАТО. К вопросу о защите украинского неба. Владимир Зеленский тут давяще сказал, что Украине нужно 25 комплексов ПВО, ПРО, типа Патриот, и как он сказал, что там по 6-7-8 батарей в каждом. Я так понимаю, что сколько вообще батарей в комплексе Патриот? 6-8. В зависимости от комплектации, 6-8 батарей в каждом комплексе. Но это дивизион. 6-8 батарей – это дивизион. 25 патриотов – это чуть ли не 200 миллиардов. Ну, смотрите, я вам скажу так, что в Европе на сегодняшний день 80 комплексов. По всей территории Европы. Поэтому, в принципе, это минимум. Я так понимаю, что… Я поверю в эту цифру, но я скажу, что это, скорее всего, минимум того, что необходимо нам. Почему? Потому что мы самая крупная страна Европы. Это раз. И второе, то, что не закроем мы таким количеством… Это, скорее всего, посчитали воздушные силы наши, но минимальная достаточность. Вот так бы я сказал. Чтобы какой-то отгородиться хотя бы вдоль границы, отгородиться полукольцом от российской авиации, российских ракет. Ну, и защитить стратегические объекты в глубине. Олег Владимирович, я вот от многих слышу, что люди не до конца понимают. Условно говоря, вот вы говорите, в Европе есть 80 комплексов Patriot. Я не знаю, сколько комплексов Patriot есть, условно говоря, где-нибудь на американских военных складах в Европе или в самой Америке. Но вот вы просто объясните. Условно говоря, когда эти Patriot, уже готовые, уже существующие, передают Украине или могут передать Украине, за них придется платить деньги? Но все будет зависеть, по какой программе они пойдут. Нет. Пентагон будет тратить деньги на то, чтобы произвести новые комплексы взамен тех, которые отправляются в Украину. Или это избыточное количество, произведенное, что называется, прозапасно, черный день? Смотрите, кстати, по Соединенным Штатам, давайте по порядку, 60 комплексов, 480 пусковых установок. Делим на 8 самый большой этот самый комплект, и того получается примерно 60. Дело в том, что комплексов Patriot практически нет на хранении. Они на боевом дежурстве, они все в боевом составе. Пентагон может распоряжаться, вот смотрите, у президента США есть программа, он может за условную сумму давать разрешение на реализацию надлышкового майна, то есть вооружения и техники, и боеприпасов, которые не входят в состав армии США. То есть они их выводят из боевого состава, они находятся на складах, президент может условно там за 1 доллар продать по батарее на комплекс Patriot. Но на сегодняшний день таких свободных нет, особенно когда 80 комплексов в Европе, это цифра пугающая, когда говоришь в европейский континент и 80 комплексов. А если даже взять Европейский Союз, почти 30 стран, разделить 80 на 30, получится меньше 4 комплексов в одной стране, в каждой стране приблизительно. Это для понимания, что плотность не такая высокая, как звучит цифра 80. И сегодня, вот, кстати, главная проблема у нас с Европой состоит в том, что сегодня нам надо переубедить европейских политиков, что надо вооружение, которое у них есть сегодня, даже в боевом составе их армии, надо передать нашей армии. И тогда им не придется применять, тогда они спокойно могут разворачивать ВПК и накапливать это вооружение. Но они считают, в большинстве своем, они считают, что надо сначала развернуть армию, потом развернуть ВПК, и когда вооружение будет производиться, вот тогда мы можем делиться с Украиной. Так примерно все и происходит. Склады текущего удовольствия мы уже выбрали, в большинстве своем выбрали. На ПК единственный, кто в Европе озвучил, это премьер-министр Нидерландов. Она сказала, что надо Украине дать сегодня и сейчас то вооружение, которое у нас есть. А потом уже разбираться с накоплением. Кстати, армия США, видите, как они, помните, из чего состоит пакет? 61 миллиард. Из них 31 миллиард, это будет оборонзаказ для ВПК Соединенных Штатов Америки. То есть они на эту сумму выделят, Пентагон на эту сумму может выделить нам вооружение и технику, а тут же закажут, почему большая часть республиканцев, они в основном, кстати, промышленники, почему они поддерживают этот законопроект? Потому что они чувствуют, что 31 миллиард на подходе, они заработают на этом деньги, на госзаказы. А это гарантированные платежи, никаких рисков. Да, это так. Это и рабочие места, и дополнительные заработки. И что любопытно, ведь очень многие люди, которые будут бенефициарами этих инвестиций, избиратели республиканцев. И вполне вероятно, что многие из них поддерживают Трампа, не понимая того, что то, что предлагает Трамп, может обернуться потерей этих заказов. И не только потерей этих заказов, вообще изоляции. Он же пропагандирует перевод в промышленность основных средств производства на территорию Соединенных Штатов. А это изоляционная политика, и она никогда не приводила к успеху. Ну, в истории Соединенных Штатов, вы же знаете, были периоды изоляционистские и были периоды интернационалистские. Там вот такой внешнеполитический маятник качался на протяжении, наверное, всего 20-го и начала 21-го века. То у власти президенты, которые считают, что нужно больше сосредоточиваться Америке на себе самой и не особенно влезать в дела международные. Причем это были и республиканцы, и демократы. А потом появлялись, вслед за ними к власти приходили, наоборот, такие, образно говоря, интернационалисты, которые считали, что нет, Америка несет на себе груз ответственности за безопасность всего западного мира, а также должна поддерживать демократические страны в борьбе с вызовами, которые бросает им, скажем, мировая ось зла. В разные годы это была, или там, империя зла. Сейчас как раз вот такой, наверное, переломный момент, потому что опять могут к власти прийти республиканские изоляционисты. Но поживем, как говорится, живем. А что касается выступления Владимира Зеленского с таким очень жестким заявлением о том, что если, обращаясь фактически к американским конгрессменам, президент Украины говорит, если вы не проголосуете за пакет помощи Украине, если эта помощь не будет предоставлена, Украина может потерпеть поражение в этой войне. Не круто ли слишком? Ну, скажу так, что, судя по крутости заявления, думаю, крутое заявление, но судя по крутости заявления, видимо, ситуация у нас именно такая. Ситуация критическая, потому что, опять же, вот то, что мы только что проговорили, что Европа очень медленно раскачивается. И пока они будут раскачиваться, мы можем пропустить свое вот это окно возможностей в плане усиления наших вооруженных сил и переформатирования, и их переоснащения. Потому что, смотрите, даже вот те же боеприпасы, которые там нашел Петр Павел, да, там миллион, уже миллион шестьсот там боеприпасов, вроде бы как, он нашел. И сейчас Эстония миллион еще нашла боеприпасов. Но на них же надо деньги. Основные партии этих боеприпасов, начнут поступать конец мая, начало июня, не раньше. Сегодня нам Европа дала сто семьдесят тысяч боеприпасов и начинают там первые поставки из того, что мы там заказывали ранее. Благо артиллерия заработала. Но основной же груз придет через месяц-полтора, не раньше. Поэтому у нас действительно ситуация может быть такая на грани, на грани, я бы сказал, критической. Не совсем катастрофа, но довольно тяжелая. Поэтому он так и говорит, его же задача, внешняя политика, его задача уговорить партнеров дать нам оружие сегодня и сейчас. Ну что ж, Олег Владимирович, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо всем, кто нас смотрел. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки этому видео, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, вот как. Субтитры сделал DimaTorzok